Спасибо, Михаил. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Лучшие работники больше других работают и больше других отдыхают. Наверное, многие слышали это утверждение. Оно принадлежит американскому гуру продаж Тому Хопкинсу. И, может быть, кто-то из вас с этим согласен. Скажите, вы слышали и могли бы согласиться, что это действительно так. Скажем так, я с этим не совсем согласен. И когда я искал эту цитату, открывающую для сегодняшней встречи, я наткнулся на еще одну, которая принадлежит театральному критику из Франции, афористу Жоржу Уилгази. Обычно те люди, кто лучше других умеет работать, лучше других умеют и не работать. Ведь, согласитесь, то, чем мы занимаемся в нерабочее время, это не обязательно отдых. Вот конкретно мы сейчас с вами. Мы разве отдыхаем? Ну, с натяжкой можно назвать это отдыхом, да? Но это и не работа. И я уверен, что многие из нас это делают лучше других, многих других, да? И работают, и не работают. Тема сегодняшней нашей встречи – дисбаланс работы и жизни. И лично, если спросить меня, верю ли я в этот баланс, я вам скажу, что скорее, наверное, нет. Я прекрасно помню себя 7 лет назад, когда я выходил из офиса в 5 часов вечера, и у меня начиналась жизнь. То есть у меня такая была отсечка, я выхожу, делаю глоток воздуха свежего, и на улице такой… Ну, все, сейчас я на все свои, там, до 11 вечера буду гулять и жить. И постепенно, по мере того, как я рос, развивался, я возводился семьей, баланс куда-то исчезал. Постоянно, постепенно вот так вот жизнь, вот эта вот работа откусывала кусочки этого баланса, и я пришел к интеграции. И сейчас я верю в интеграцию, потому что на работе я не только работаю, но и занимаюсь личной жизнью. Дома я не только отдыхаю или занимаюсь домашними делами, но и также занимаюсь работой. Ну, мне это как бы не противно, и мне легко с этим жить, и я считаю, что так, наверное, эффективна вещь для меня. Все, сегодня у нас будет 4 замечательные речи, но прежде чем мы приступим к подготовленным речам, я хотел бы представить экспертов нашей сегодняшней встречи. И первым я хочу пригласить сюда эксперта по времени, нашего хронометриста Марата Хайнулина. Я тут задумался, как я должен был быть сам себе хронометристом, должен ли я свою речь 15-секундную как-то хронометрировать. Всем привет, меня зовут Марат, я буду вашим хронометристом, проводником по временному пространству. Для кого-то время летит быстро, например, как для спикера, который готовится, волнуется. Для кого-то время замедляется, как для зрителя, который слушает нудную речь. Вот такого в нашем клубе не бывает. Поэтому всем известные правила. Зеленая карточка, у вас минута до конца речи. Желтое, предупреждение. Красное, я сижу рядом, буду вас просто отгонять вот этой вот бутылкой. Будьте осторожны. Все. Разнатолица, чуть меньше минуты, можешь отметить, тайна положилась. Без преувеличения, человек, который заставляет спикеров нервничать, ну не только спикеров, но для себя я отметил четкую связь. Зеленый – это хорошо, все хорошо, не надо паниковать. Потому что когда я первый раз увидел зеленую карточку, я начал паниковать уже на ней. Паниковать надо, когда красная, потому что у вас осталось еще 30 секунд. Поэтому не забывайте об этом. Штрафы начисляются, когда вы валиваетесь за 30 секунд. И следующим на эту сцену я хотел бы пригласить эксперта по мысли дня, Андрея Парфенова. Пожалуйста, Андрей, приветствую. Спасибо. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Давайте представим на минутку, что мы идем в магазин, покупать себе какую-то новую вещь. Чем мы руководствуемся в своем выборе? Эта вещь должна быть удобной, или мы готовы пожертвовать удобством ради стиля, ради эффекта. Эта вещь должна быть предназначена для повседневной жизни и быть функциональной, практичной, или она должна быть с модным брендом, яркой и производить впечатление. Готовы ли мы заплатить за эту вещь те деньги, которые просят за нее продавиться? И таких условий может быть множество, и мы должны делать выбор. Приблизительно то же самое относительно поиска баланса между работой и жизнью. Когда я узнал название нашей сегодняшней темы, у меня сразу всплывала в голове мысль некое изречение «Жить ради работы или работать для жизни». Известное изречение, наверное, оно знакомо многим. Я перед встречей погуглил, и, как оказалось, для меня это неожиданно, она является названием одной очень известной книги, написанной известным и успешным достаточно американским предпринимателем Стимом Бланком. Даже уже в аннотации им было предложено порядка 15 различных правил, как сочетать жизнь и работу, и как он нашел для себя именно вот этот баланс. Но каждое правило, оно не универсальное, для каждого оно индивидуально, и поэтому каждому из нас может подойти то, что он считает себя правильным. Поэтому хорошо, если наше выбор окажется удачным и успешным в дальнейшем. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я заметил, что у меня очень удобная позиция сегодня, потому что невозможно пройти обратно мимо меня, не пожар мне рукой. Вот обычный поиск, вот выдергивай, вернись сюда. На следующем, на эту сцену, я хотел бы пригласить эксперта по чистоте речи, который будет отслеживать, насколько мы сегодня чисты с точки зрения произношения и слов паразитов. Михаила Латутина, спасибо. Приветствую. Да, и снова я, и да, я сегодня эксперт по чистоте речи, буду смотреть за тем, как много вы используете разных звуков или слов паразитов, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Это стандартные А, О, О, М, Ну, Так вот, например, и много других звуков. Да, кстати, то, чем я грешу, я растягиваю окончание. Не многие это замечают, но я это делаю. Потому что, когда я не хочу, хочу сделать какую-нибудь паузу, вместо того, чтобы сделать паузу, я просто тяну окончание. Поэтому за этим я тоже буду яно следить. Спасибо. И это, наверное, был решающий фактор, почему я когда-то решил присоединиться к клубу, потому что моя речь была и остается не очень чистой. И когда я увидел и понял, что кто-то будет следить, читать за меня все мои косячки и потом давать мне обратную связь наряду с другой обратной связью, это был, наверное, один из ключевых факторов, почему я здесь оказался. Поэтому принимайте обратную связь, корректируйте ваши спичи, ваши речи, вычищайте их. А на эту сцену приглашается еще один эксперт, который сегодня также к вашим услугам, эксперт по грамматике и слову дня, Максим Демьяненко. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Начну свое выступление, приветствие, с правильного жеста, всем следуемому. Сегодня я буду экспертом по грамматике, буду отслеживать то, как вы говорите, ошибки, точнее грамматические. Отлично работает. Призываю вас быть максимально корректными в произношении своей речи, потому что люди, с которыми мы общаемся, тем более люди, которые от нас зависимы, если они говорят некорректно, некорректно, например, договор, или ты мне позвонишь, то желание перезвонить такому человеку несколько сокращается. Поэтому давайте следить за грамматикой своей речи. Слово дня сегодня я не стал записывать заранее, потому что оно необычное. Это слово «эклектричность». Не эклерк, а эклектричность. С планированием неопло. Все знают, что твоя «эклектричность»? Нет. Отлично, объясню. «эклектричность» — это смещение разных стилей своей речи или не в речи. Например, простой пример. Если у вас в музыкальном плейлисте «Сектор Газа», «Верка Середючка», «Лэдз Эппелин», то можно сказать, что у вас эклектичный плейлист. За сим у меня все. Что? Синоним. Всем спасибо. Спасибо, Максим. Я начал задумываться о том, как использовать слово «дня» и эклектичность в своих дальнейших выступлениях, но затрудняюсь. Сложно подобрать что-то, кроме плейлиста теперь. У меня эклектичная жизнь. Не знаю, можно так говорить? Нет? В нашем клубе есть замечательная роль эксперта по активному слушанию. И это одна из самых приятных ролей, потому что у этого человека больше тайминг. Этот человек раздает подарки, поэтому он всем априори нравится. А в чем роль заключается, вам расскажет непосредственно эксперт, наш сегодняшний УХ-мастер Юлия Белованова. Дорогие друзья, у меня есть большая страсть – это вокал. И несмотря на то, что по роду деятельности я не сильно близка к вокалу, я занимаюсь городским освещением как по России, так и на экспорт, но в свободное время, чтобы сбалансировать свою жизнь рабочую и вне работы, чтобы это было как-то более экоптично, наверное, я занимаюсь вокалом, своим любимым делом. И в вокале есть такой процесс, когда приходишь на студию записывать свою песню, есть такой процесс как мастеринг. То есть певец, он записывает свой голос, и звукорежиссер уже с помощью программы вносит какие-то корректировки, последние штрижки, чтобы ноты попадали, ну, чтобы вокал попадал по нотам, чтобы был какой-то эффект. Так вот сегодня я как УХ-мастер буду тоже вносить последние штрижки в нашу сегодняшнюю встречу. А именно, в процессе встречи я буду интересные какие-то факты записывать на свой отчет, и потом я в конце буду задавать вам вопросы и за правильные ответы давать вам какие-то вкусняшки. Вы узнаете потом, что это такое. Мы как бы расставим точки над «и» в сегодняшней встрече, и это будет как мастеринг нашего сегодняшнего собрания. Поэтому призываю вас быть сегодня внимательными, слушать все тонкости и нюансы. В конце я задам вопрос. Спасибо. Спасибо, Юлия. Побеждает тот, кто делает заметки. Делайте заметки. Обязательно что-нибудь интересное фиксируйте. И потом просто интересно сравнить о том, ну, те факты, которые Юлия зафиксировала, и те факты, которые вы для себя зафиксировали, как активный слушатель. Вот. Иногда можно сопоставить взгляды и понять, что они очень схожи. Спасибо.